Приветствуем всех, дорогие друзья! Вы на канале i2Heart, для вас вещает Максим, и сегодняшнее видео будет посвящено сегменту среднебюджетных видеокарт, а также видеокарт уже не самого свежего поколения Pascal. А если более конкретно, то GTX 1060, в данном случае на 6 гигабайт. Но, конечно, цель не только показать вам эту видеокарту. Когда она вышла, про неё сделали миллион обзоров, и в течение этого времени, которое проходило с момента выхода и по сей день, эти обзоры постоянно обновлялись и добавлялись новые. Наша задача сравнить видеокарту GTX 1060 с текущим модельным рядом от Nvidia, и в конкурентах мы выбрали ей более-менее подходящую по ценовой политике и позиционированию GTX 1660 Super. Объяснять, почему версию Super выбрали, думаю, не стоит. Ибо 1660 при крайне схожей цене обладает куда более простыми характеристиками. В части памяти, так и вообще, она практически повторяет GTX 1060, и Super-версия совершила большой скачок производительности подсистемы памяти. Поэтому будем сравнивать две этих видеокарты. Для того, чтобы мы смогли более полно сделать вывод, стоит сделать оглядку на цены. Естественно, GTX 1060 — это не та видеокарта, которую стоит покупать новой из магазина сейчас. Они продаются на вторичном рынке по ценам от 6 до 10 тысяч рублей. Тут уж кому как повезёт. Мы не будем углубляться в дебри вторичного рынка, но предположим, что она получается на текущий момент времени примерно в два раза дешевле, чем видеокарта актуального модельного ряда 1660 Super. И от этого утверждения, с точки зрения цены, мы будем отталкиваться, когда начнём сравнивать производительность видеокарт. Прежде чем мы к этому приступим, давайте поговорим о тестовом стенде и методике тестирования. Обе видеокарты тестировались на одинаковых драйверах 441.87 и на одном и том же тестовом стенде, который состоял из Intel Core i9-9900K с частотой 4800 МГц, материнской платы Asus Maximus 11G, памяти G-Skill Flare X двумя планками по 8 ГБ, с частотой 3200 МГц и ужатыми первичными и вторичными таймингами CL14, охлаждение Thermaltake Floor Ring 360, блоком питания Thermaltake Tough Power iRGB на 1250 Ватт и SSD накопителем Vaginta на 960 ГБ, это SATA SSD. Всё производилось в открытом стенде, мы также замерили показатели температур и частот, однако у нас разные модели видеокарт. Обе от Asus, однако GTX 1060 в исполнении Dual, а 1660 Super в исполнении Rock Strix Gaming. Соответственно мы не будем рассматривать отличия частотных потенциалов и характеристик, которые можно получить, изменяя модели видеокарт. Будем говорить о производительности в целом. Но стоит понимать, что есть как более, так и менее их производительные версии. Всё это также можно нивелировать разгоном, затрагивать который мы не будем. Методика тестирования следующая. Вы видите видеоряд, который мы записывали отдельно. Тестирование же проводилось без записи видео, чтобы получить максимально достоверные результаты. Все тесты были проведены в разрешении Full HD, кроме одного, о котором будет сказано отдельно в ролике, и на максимальных настройках. Кроме одной игры, о которой также будет сказано в ролике. Видеокарты находились, как и было сказано, в стоковом состоянии, из коробки. Ну и давайте быстренько пробежимся по отличиям между видеокартам с точки зрения техники. В этом нам поможет скриншот из GPU-Z. Как мы видим, отличия между данными видеокартами не только в скоростях чипа, но и в количестве блоков, которыми они представлены. Разница, правда, небольшая. Это 48 и 80 ROP и TMU блоков у GTX 1060 и 48 и 88 ROP и TMU блоков у GTX 1660 Super. Отличия достигаются за счёт памяти. В 1060 стоит GDDR5 память с пропускной способностью 192 гигабайта в секунду, а в GTX 1660 Super уже GDDR6, память, которая имеет частоту в 14000 МГц вместо предыдущих 8, и, соответственно, пропускную способность, с той же шириной шины в 192 бита, 336 гигабайт в секунду, что гораздо выше. Ну а теперь самое время приступать к тестированию. Начнём с Apex Legends. Данная игра не сильно требовательна к железу, однако считается, что в шутере должно быть больше 60 кадров в секунду, и в Full HD на максимальных настройках графики Apex выдаёт 81 кадров в среднем на GTX 1060 и 120 кадров в среднем на GTX 1660 Super в полигоне. Мы постарались максимально повторить маршруты. Разница составляет практически 50%. Если быть более точным, то преимущество 48,5% за GTX 1660 Super. Это довольно значительно и практически окупает ту разницу между видеокартами в цене. Следующая игра это Assassin's Creed Odyssey. Данная игра довольно тяжёлая и был выбран сценарий использования на очень высоких, а не максимальных настройках. Естественно, было выбрано всё это дело пресетом. В этой игре разница между GTX 1660 Super и 1060 составила 35,3%, что также довольно заметно, и порог в комфортные 60 кадров перешагивает только Super версия GTX 1660. Следующая игра Battle Royale. Battlefield 5. Игра также довольно тяжёлая в графическом плане. И в этом случае мы получаем отметку в комфортные 60 кадров только на GTX 1660 Super, а вот на ультра настройках Full HD 1060 подобной плавности уже не может предоставить. Разница между видеокартами составляет 37% в пользу GTX 1660 Super. Следующая игра это Far Cry 5. В графическом плане она проще чем предыдущие и позволяет обеим видеокартам перешагнуть рубеж в 60 градусов. Однако GTX 1660 Super оказывается быстрее на 32,7% чем GTX 1060. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Следующая игра в тесте это Metro Exodus. И в данном случае мы получаем 53,4 кадра на GTX 1060 и 71 кадр в среднем на GTX 1660 Super. Преимущество последней 33%. По редким и очень редким событиям также наблюдается заметный прирост производительности. Субтитры делал DimaTorzok Следующая игра Shadow of the Tomb Raider. На GTX 1060 игра приближается к отметке в 60 кадров в секунду. На GTX 1660 Super в этот раз отрыв куда больше и FPS перешагивает за 80 кадров в секунду в среднем. А разница между видеокартами в 44,5%. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Примерно подобную картину можно наблюдать и в Ведьмаке 3. Здесь мы получаем 51 кадра в секунду на 1060 и 74 кадра в секунду на 1660 Super. Разница составляет 45%. Еще парочка новинок в нашем тестировании. Первая из игр это Control. Довольно графонистая игра с хорошим поведением объектом в кадре. В плане физики. И в этом случае мы получаем очень заметную разницу между видеокартами, которая вполне может оправдать разницу в их цене. Если говорить о GTX 1060, то она боролась за стабильные 30 кадров в секунду, а вот 1660 заметно далеко от неё ушла, обогнав по среднему количеству кадров на 57%, а по 1% на 54%. Разница в производительности заметная. А вот вторая новинка Borderlands 3 отозвалась на изменение графического ускорителя не так сильно. И здесь мы получили прибавку на GTX 1660 Super в 25% по среднему количеству кадров. И в первом и во втором случае мы говорим об играбельном количестве кадров выше 30, однако до 60 ни одна из видеокарт не дотягивает и близко. А это значит, что приблизительно игровый опыт в этой игре будет одинаковый. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Последняя игра в нашем тестировании это World of Tanks Encore, без RT и в разрешении Ultra HD. В Full HD обе видеокарты показывают отличные результаты и тестирования проводить там смысла мало. А вот в Ultra HD мы получили следующие результаты. Ни первой, ни второй видеокарты, скорее всего, не хватит для комфортной игры на ультра-настройках. Однако, мы получили 34,5 кадра на 1060 и практически 44 кадра на 1660 Super. Разница между видеокартами составила 27%. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а теперь самое время переходить к выводам. Как мы смогли заметить из тестирования, в некоторых играх получаемая разница приблизительно равна разнице в цене между видеокартами. А тот FPS, который умудряется показывать GTX 1060 даже спустя большое количество времени после выхода своего, довольно значительно и позволяет играть во все игры на ультра-настройках с приличным количеством кадров в секунду. Зачастую они не дотягивают до отметки в комфортные 60 кадров, но всё ещё являются значениями в более-менее комфортном диапазоне. Конечно, новинка 1660 Super куда быстрее и предлагает вам максимальную игровую производительность, если мы берём средний сегмент. И в этом случае, если вы хотите, переплатив, получить её больше, то теперь вы знаете, насколько больше производительности вы получите. Какие-либо выводы мы делать за вас, разумеется, не будем. Мы лишь продемонстрировали разницу в производительности, озвучили разницу в технических характеристиках и в том, что данные видеокарты стоят совершенно разных денег. Поколение Pascal получилось очень удачным и на протяжении долгих лет сохраняет свою актуальность. Теперь можно точно сказать, что видеокарты низшего и среднего сегмента и даже уже высшего сегмента первого поколения Pascal хорошо зарекомендовали себя. И на вторичном рынке стоят вполне адекватных денег, предлагая всё ещё достойную производительность для пользователя. Конечно, их время уступить место новым видеокартам в скором времени придёт. Намечается и выход Navi, и новых видеокарт от Nvidia. Поэтому будем следить за ситуацией. Ну а на текущий момент ситуация обстоит именно так. Благодарим вас за просмотр. Если это видео было для вас полезно и интересно, а также вы хотите не пропускать и новые видео подобного формата на канале, то не забудьте подписаться и поставить лайк, а также написать комментарий. Для вас вещал Максим, а вы находились на канале i2heart. Благодарим всех за просмотр, увидимся в следующих видео и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok